Здравствуйте! У нас, у русского народа, есть такой легендарный разбойник Кудеяр. Есть много названий географических. Урочище Кудеяра, там какой-нибудь холм Кудеяра, враг Кудеяра. Там, дескать, Кудеяра был замок, логово или клад он там закопал обязательно. И, кстати, иногда в этих местах таки находят клады. Ну так вот, на самом деле... Ну, начну с самого начала. Был у нас такой великий князь Василий Третий. Он был в браке. В браке достаточно счастливым. Женой его звали Соломония. Соломония Собурова. Но брак у них был бездетный. И брак продолжался 20 лет, между прочим. Но без детей. Князь очень боялся, что его братья обретут детей раньше, чем он, наследников престола. Поэтому своим братьям он запретил жениться до тех пор, пока у него не появится наследник. Чем, кстати говоря, привел к тому, что род его угас фактически. У него не было ни племянников, никого. И в результате, когда умер его внук Федор Иванович, сын Ивана Грозного, вот на этом-то и пресеклась династия Рюриковича, между прочим. Ну так вот, 20 лет он пробыл в браке и решил завести себе новую жену. Вот она, молодая, красивая Елена Глинская. Откуда-то из Польши красавица такая. Якобы она даже в каком-то плане потомок Мамая. Но, правда, на татарку не похоже. Типично какие-то прибалтийские, польские, я не знаю, немецкие, западнославянские черты лица у нее. Так вот, он на ней женился, а из монастыря-то пришел слух, что у Соломонии-то вот-вот должен родиться ребенок, что Соломония-то беременная, и таки она его и родила якобы. На эту тему есть очень много слухов, которые, кстати говоря, в 30-е годы 20-го века, когда стали вскрывать усыпальницы монахов, они подтвердились, подтвердились, нашли ложное погребение ребенка, который якобы принадлежал этой самой Соломонии Собуровой. Что с ним случилось? Ведь это конкурент. Конкурент, он законный сын на самом деле. Брак с Еленой Глинской тогдашняя церковь не очень сильно одобряла, прямо скажем, от живой жены завести себе другую. Не положено же. И на самом деле реальным вроде получался претендентом-то был сын Соломонии Собуровой. Говорят, его назвали Георгием. Вполне княжеское имя, кстати говоря. Вот народ-то и говорит, что разбойник Кудеяр – это тот самый сын Соломонии Собуровой. Тот самый старший брат Ивана Васильевича Грозного. Вот он-то и должен быть. Ну, должен ли он до старых лет или нет, это неизвестно. Теряются его следы. Хотя все больше и больше этих следов находится. Как ни странно. Мне о них долго говорить, и я в этом деле не очень сильно разбираюсь, но очень много следов. Самый главный след вот какой. Все материалы по делу вот этого вот ребенка, который то ли был, то ли не был, затребовал к себе Иван Васильевич Грозный, предполагаемый его младший брат полуродный. Сын Василия Третьего и красавицы Глинской. К себе в покое затребовал. Есть такой объект, его все ищут, не могут найти, библиотека Ивана Грозного. Это те книги, которые по описи из архива затребовал себе те материалы. Затребовал Иван Грозный. И не вернул. Ну, скорее всего, он, конечно, уничтожил. Причем там были как раз по самым таким скользким вопросам материалы, в том числе и вопросам Соломонии Собуровой и, возможно, своего конкурента на престол. Ну, а народ-то был точно уверен, что разбойник Кудияра – это старший брат Ивана Грозного. Ну, был ли еще этот разбойник Кудияра, еще вообще-то неизвестно. Может, это легендарная личность. Вот такие вот дела. Всего доброго, до свидания, всех благ.